Вирусы, это твои молочные продукты, это твои закваски этих самых, как его, хлеба, пива, вино, это все это, оно же становится хуже все, оно кислее бродит, вот так вот, да, и вот такие бродливые, мало того, мы же заражаем то, что мы приобрели, да, ты там пису помыла, не убрала экономика, оно пошло к ней, оно становится сильнее, нормально? Вот эти все кислотные, вот эти, то, что за секс отвечают, но уже к детям идет, дети рано пубертеют, знаешь, мы о многом не думаем, мы же не знаем, поздно узнаем, дома трахаться нельзя, там, где дети, это сексуальная энергетика маленького ребенка идет, раньше были летние домики, да, не знаем, да, там, занялась сексом, руки не помыла, выпила стакан, ребенок взял, гормоны пошли, закваски, вирусы твои пошли, а мы в этом не думаем, да, или, да, или там мужик гульнул, не помылся, пришел домой, дотронулся, да что-то, ребенку перешло, или там, женщина, иди, знай, ты, блять, не знаешь, нет, нужно быть гигиеной, ее бродит, нет, надо быть гигиена, нет, нет, ничего, не только бы дверь открыли, и там, руки помыли, руки туда помыли, каждый день эта война с этим рано, Раньше была гигиена. Во-первых, была гигиена, питание. А здесь посмотри на эти садики, как мы вам говорили. А во-вторых, молочко. Всё, это быдло. Коровье сегло это самое. Если ты корову в себя, корова из тебя. Понятно? Все, все парнокопытные, чтобы ты знала, в древних конах считались грязными существами. Их ввели в народы древние сатиры, на минуточку первые евреи, с посухом, с плющем, да, с винищем, которые делали на заквасках менструальных, кстати, знаешь, ты или нет? Да, вино делают на таких вещах. Поэтому оно бродит. Самое худшее, что ты можешь выпить, это пиво или вино. То есть ты хочешь, чтобы у тебя больших конях? Никогда. Никогда. Нет, ни конях, ничего. Чистый спирт лучше пить, и до этого лучше не есть, иначе все микробы пойдут в мозг. Но пиво и вино являются древней закваской для обыдления, тупения, злобы. Чтоб ты просто взяла так сердце, выняла и подписала карточку АДИ. Понятно? Чтоб ты ребенку так целое на растление отдала. Да, потому что раньше жертвоприношение было, надо было младенцев отдавать, да? А для этого надо было чего-то дать, чтобы это же произошло. Вот сатиры развлекали всех. Ага, 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 но в принципе то же самое и сейчас ничего не изменилось. Этикетки изменились. Это древние закваски. А теперь мы спрашиваем, почему все-таки быдлями дети? Виток с каждым поколением происходит. Вот именно, я же говорю, поколение, это уже каждые 10 лет меняется. Не как было раньше. Конечно, потому что закваски становятся сильнее. Вирусы становятся сильнее. Я смотрю на свою старшую, которая 11, и смотрю на этих, и говорю, она это, иногда им 3 года тебе 11, у них интеллект больше развит, чем у тебя. Да, но с другой стороны, у них нет эмпатии, жалости, и вот это вот человеческое, оно уходит. Потому что вирусы в основном, в основном и главная цель полностью, полностью вывести из себя все человеческое. Да? Вот чтобы ты не своего котеночка покормила, всех котов, не своему ребеночка помогла, всем детям. Знаешь, это что-то же выгода. А так мы недобрые. Мы нет, ты тоже уже недобрые. Добро, оно другое. Не ты, не я, мы добрые. Мы все выгодливые. Раньше люди были добрые. Они даже не убивали тех, кто приходил их убивать. Они до последнего пытались. Наивные были. Как-то, да, добро, слишком много добра были, да. Они пытались все регулировать, уже когда совсем уже убрали, вот это, да, все отбирали, все давали. Уже совсем уже, когда уже, тогда уже что-то делали, понимаешь? А сегодня убить, только дай. Понимаешь? Только дай. Манайд.